Всем доброе утро! У нас сегодня ленивое утро, да? Сладкий мой. Очень хороший кот. Вот честно, я прям в восторге от него. Милое создание. Причем его вообще не видно, не слышно. Он в лоточек делает свои дела и нигде больше. Да, кушать не просит, не мяукает. Мы закончили делать ремонт в женской комнате. В детской закончили делать ремонт. Осталось только купить шторки и сделать ремонт в спальне. Мы заказали очень клевую спальню. Причем сэкономили так прилично. И тоже скоро будет видео, потому что будет необычная спальня. У нас всегда были очень простые, такие обычные классические спальни. Мы захотели что-то новенькое сделать, прикольненькое. Вчера вечером позвонил курьер и доставил нам посылку. Я уже не стала вчера снимать видео, так как было поздно. Я подумала, утром проснусь и покажу вам, что в посылке. Вот такой прекрасный блендер мы выиграли от Бандюэль. Я никогда не выигрывала в конкурсе и наконец-то вот я просто зарегистрировалась в бонусной программе «Зеленая леди» и вот оно что. У меня теперь новый блендер. Старый свой я отдала бабушке. И теперь у нас новый блендер. Буду делать смузи. Если вам интересно, то я сейчас покажу быстро механику регистрации. Нужно зайти на сайт banduel.ru, выбрать поле регистрации, зарегистрироваться. Можно авторизироваться через социальные сети. Далее выбираем меню сайта «Бонусная программа» и заходим в нее. Получить шансы там, пригласить друзей, оставить комментарии за рецепты, внести промокод с банки и участвовать в розыгрыше. Вот тут как бы все написано. Предлагаю вам участвовать. Оставляю промокод в описании под этим видео, при активации которого все полученные шансы умножаются на 5 в течение недели. В 5 раз больше шансов выиграть ценные призы. Раз уж мы находимся на кухне, давайте посмотрим, что находится в нашем холодильнике. Сказать честно, я не готовилась к этому видео. Просто как-то настроение такое хорошее. Я подумала, почему бы вам не снять такой кухонный влог. Холодильник мы сдавали в аренду вместе с домом, так что его ушатали. Не обращайте внимания. Мы пока не купили новый, но планируем. Я украсила его вот чем смогла. Еще дополнительно у нас есть морозильная камера. В ней мы морозим ягоды, там, перцы фаршированные и так далее. Сразу можно начать с первой полки. Это у меня такая, знаете, закусочная полка, завтрака закусочная, потому что на ней обычно масло, колбаса, сыр. Вот вы можете видеть голубой сыр там есть. Есть семга, икра. Есть сыр твердый, пармезан. Потом масло нам очень нравится. Соленое вот это. И казы есть у нас, и также итальянская колбаса. Мы очень любим твердые сыры. Это у меня Гран-Моравиа сыр. Еще пармезан, тоже твердый сыр, но он очень дорогой. Но ничего не могу с собой поделать. Очень сильно его люблю. Вот. Еще мы едим канину. Это казы. Это наша национальная, как сказать, колбаса из канины. Очень вкусная и полезная. Защитники животных не обижайтесь, но в Казахстане едят лошадей. Как бы так. Как в Австралии кенгуру. Затем у нас есть колбаска, такая вот свиная, копченая, итальянская. Это любит Вова. Она со специями. В томате, тут с чили. Ну, жирненькая, как бы я не очень. Это Вова любит. Икру. В Казахстане очень трудно найти нормальную икру. Ну, ее тут тоже немало, потому что рядом Атерау. Там много икры, черной, красной. Вот. Это еще Путинка. Путина. Путин, да. На следующей полке у меня перцы. Так как я их вот как раз таки фаршировала на днях. И приготовила перчики фаршированные, заморозила. И вот приготовила перчики. Универсальное блюдо. Я не знаю, есть ли рецепт на моем кулинарном канале. По-моему, есть. Но перчики у меня тоже получаются очень вкусные. Эта моцарелла, наверное, продается во всех городах. Для салата. Очень люблю оливки. Эти я еще не пробовала. Купила попробовать. Магазинные, обычные. В банках терпеть не могу. Они на вкус как бензин. А следующая полка у нас шампанское, брюдь, фрукты, овощи. Как бы ничего особенного. И третья полка у нас зелень. А в нижней полке у нас практически ничего нет. Потому что картофель мы стараемся не есть. И там только чеснок, по-моему, лежит. Типичные, наверное, продукты. Йогурты, сари мне. Мы особо не едим йогурты. Это на всякий случай, знаете, если вот совсем ничего дома нет, перекусить пойдет. Кто не знает, что такое курт? Это тоже национальная такая еда, закуска в Казахстане, которая делается из молочных продуктов. Ну, кисломолочных. Он соленый, кислый. На любителя. Но в нем много кальция. Как бы детям рекомендуют есть. Следующая полка у нас. Как бы не специи, а горчица, хрен и васаби. Также разные кетчупы, которые нам понадавали. Томатные, там, кефси или где. Да, мы такое тоже едим. Это у нас айран однопроцентный. Это тоже восточный напиток. Молоко, кефир, зелень, которую нужно уже, по-моему, выбросить. Гранатовый сок сегодня купили. Обычно у нас еще бывают ягоды, черника. Но в Алматы она очень дорогая по сравнению с другими странами. Еще на кухне у меня есть полочка со специями. Эти специи практически все с сайта iHerb. И кое-что я пересыпала в баночки маленькие, прозрачные. Вот это не помню, что за специя. Покупали мы ее в Индии. Классно добавлять в мясо, когда мясо тушится. Это зира. Я ее добавляю в плов. Красный перец чили. Здесь я пересыпала индийскую специю масала, по-моему. Эти специи я уже вам показывала. Обожаю их просто. Я их покупала на iHerb. Могу ссылку под видео с обзором скинуть. Вот. Корица. Иван-чай вкусный. Зеленый чай вкусный. Этот чай со специями черный. Мы его привезли из Индии. Еще я обожаю чай. Японская липа. Обожаю. Это мой любимый чай. Я могу его пить утром, в бед и вечером. Он очень вкусный. Еще я пью иногда кофе, если нет возможности натуральный заварить или купить. Это такой экспресс вариант. Еще сбитень. Сбитень я купила в магазине у нас в Алматы. В Силу Пайсити, по-моему. Вот. И насмотрелась я про него и начиталась в интернете. Решила пропить. Много было рекламы. Не знаю, правда или нет. Состав органический. И он такой согревающий. Думаю, для зимы как раз самое то. Болка с перекусами. Хлебцы мои. Хлебцы сладкие, соленые. Это конфеты без сахара. Еще у меня есть органические морковные сушки. Это мы вместе с Сарой хрумкаем. Так иногда там сиропы из агавы. Я вам показывала, в общем, когда-то в одном из видео. Стараемся правильно питаться. Но часто едим, что попало. Еще обычно я покупаю оливковое масло. Очень люблю одно для жарки. И иногда я его добавляю для жарки и для салатов. Вот и бальзамический уксус с малиной у меня. Но он мне не очень нравится. Мы его сейчас используем до конца. И я куплю обычный классический. Еще у меня был однажды с трюфелем. Это было нечто. И я не могу больше найти нигде. В этой синей баночке у меня соль. Обыкновенная для продуктов. Ну что, ребята. Вот такой домашний, уютный кухонный влог сегодня у меня получился. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Скоро будет рум-тур моей женской комнаты. Наконец я ее закончила. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их. Когда мы закончим ремонт на кухне? Я обязательно сниму рум-тур кухни. Покажу, что у меня есть из электроники. Мои помощники, гаджеты, которые я просто обожаю. А сегодня я пришла показать вам только продукты. Как бы много всего я еще не докупила. Буду докупать и показывать вам в остальных видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok